Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий о студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инструкцию публикуют в телеграм-канале Кировского района Самары. Битва с чемпионом на равных. Баскетболисты Самары принимали питерский зенит. В правительстве региона обсудили поддержку семей мобилизованных. Напомним, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на каждую семью военнослужащего создаются специальные социальные паспорта, на основании которых в индивидуальном порядке оказывается поддержка по всем направлениям. Соцпаспорта начали поступать 7 октября. Медицинская помощь их близким оказывается ежедневно, с выделением отдельного времени для прохождения плановых профилактических мероприятий. Медицинскими организациями отработано более 35% поступивших обращений в рамках соцпаспортов. На базе Самарского областного центра медицины «Катастроф» организован пункт социально-психологической работы с членами семей мобилизованных граждан. Оказываются меры поддержки по линии министерств. Психологическая, материальная помощь, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, оформление мер социальной поддержки, помощь на основании социального контракта, оказание реабилитационных услуг, обеспечение средствами реабилитации, постановка на надомное обслуживание и так далее. Во взаимодействии с администрациями муниципалитетов ведется мониторинг потребностей членов семей военнослужащих в трудоустройстве и оказывается необходимое содействие. Чтобы близкие мобилизованных имели возможность лично задать свои вопросы, с семьями проводятся коллективные встречи. Создан их график по всем муниципалитетам. Главы территорий каждую семью мобилизованных держат на личном контроле. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий. Выплаты, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. Если дни выплат или доставки пенсии совпадают с праздниками или выходными, деньги могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее, чем за три дня до положенного дня выплаты. Пенсионеры всегда получают деньги до праздника. Если отделения почты будут работать в выходные, то пенсии, к примеру, могут выплатить 5 ноября. В Самаре прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы по содержанию городских территорий в зимний период. На сегодняшний день к уборке и вывозу снега переоборудована 341 единица техники, что составляет 88% от общего числа машин, состоящих на балансе муниципальных предприятий, обслуживающих, уличную дорожную сеть и общественные пространства. Оставшиеся 34 машины еще работают по летнему регламенту, так как сезон еще не закончился. Их планируют переобуть чуть позже, на это необходимо всего 2-3 дня. На совещании первый заместитель главы Самары Владимир Василенко высказал несколько замечаний, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Поставлена задача максимально укомплектовать звенья под вывозку снежных масс с учетом погрузки и выстраивания маршрутов, логистических маршрутов, на площадке для временного складирования снежных масс с минимальными простоями и задействованием средств муниципальных предприятий. Также первый вице-мэр скорректировал график заготовки противогололедных средств. По информации подрядной организации, Бионорд заготовлен в полном объеме. При этом до 5 ноября подрядчику предстоит завершить заготовку и песчано-соляной смеси в количестве 14 тысяч тонн. Стоит отметить, что 27 октября на площади Куйбышева состоится традиционный смотр техники. На нем городская мэрия оценит готовность подрядных организаций к работе по зимнему регламенту. В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября. Более 7 тысяч человек промаршируют единым строем по площади Куйбышева, чтобы показать свою сопричастность к истории нашей страны и ее героев. В 2022 году он приобрел новое звучание. Дети и взрослые чествуют своих предков, их подвиги, а также отдают дань уважения героям, которые защищают наше Отечество и его мирных жителей сейчас, в период борьбы с нацистским режимом. Торжественные мероприятия свидетельствуют о сохранении исторической памяти, бережном отношении к истории родной страны. А 8 ноября столица региона встретит окружной патриотический форум российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт», который пройдет в театры оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был не только запасной, политической и культурной, но и информационной столицы страны. Именно отсюда на весь мир сообщал новости от советского информбюро Юрий Левитан. В Куйбышеве работали подразделения информационного агентства ТАСС, центральная студия кинохроники и ведущие средства массовой информации СССР и иностранных держав. В запасную столицу переехали редакции центральных газет «Правда», «Извести». Спустя годы военные действия на информационном фронте не прекращаются. В целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Российской Федерации распространяется недостоверная, провокационная, заведомо ложная информация, в том числе в сети интернет. На форуме будут открытые лекции, секции, пленарные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, которые в первую очередь направлены на то, чтобы мы вместе обсудили, какие же есть искажения, как действовать в тех или иных предлагаемых обстоятельствах, как отстаивать, и самое главное, как побеждать на этом поле битвы тоже. Как в информационном фронте выигрывать, и что нужно для этого делать. В качестве спикеров выступят известные писатели, историки, обозреватели, военкоры и блогеры. Владимир Мединский, Юрий Подоляко, Дмитрий Пучков, Егор Яковлев, Михаил Ануфренко. Чтобы принять участие в форуме, необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Прием заявок продлится до 2 ноября. Для зрителей вход свободный. В Самаре продолжаются работы, связанные со строительством новой станции метро. Основной фронт на Галактионовской и в районе скверов на пересечении улиц Галактионовской-Вилоновской и Галактионовской-Красноармейской. Эти работы необходимы для последующего возведения станционного комплекса и проходки перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно переустройство инженерных коммуникаций производится в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где, как и по участку Галактионовской, временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке в соответствии с проектной документацией выполняются работы по выносу водовода, подготовлены траншеи под укладку ливневого коллектора, также перенесут сетевые кабели. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены. Скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Введено одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При необходимости, с учетом мониторинга транспортных потоков, предусмотрены дополнительные корректировки. Повышенное внимание уделяется сохранению элементов архитектуры и зеленых насаждений и вопросу минимализации неудобств для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской и в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работы ведутся круглосуточно. При этом шумные работы ночью не проводятся. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако часть подготовительных работ продолжится и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской полевой и Новосадовой, где работы начались 8 октября, вынос инженерных сетей должен быть завершен в течение 39 дней. Отметим, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Он осуществляется региональным заказчиком совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральный», путь между конечными станциями займет около 20-25 минут. Появится возможность сократить интервал движения электропоездов до 5-8 минут. Я думаю, что это достаточно неплохая затея. Теперь из любого отдаленного района Самары можно будет добраться до центра и посетить наш концерт в Доме офицеров тем, кто до этого не мог это сделать. К осенне-зимнему периоду готов. В Международном аэропорту Курумыч завершилась проверка. Соответствующий документ подписан. В рамках сезонной подготовки проинспектировали 79 зданий и сооружений аэропорта, проверили работоспособность более 150 единиц спецтехники и оборудования, проинспектировали работу теплотехнического оборудования, а также проверили запасы противообледенительной жидкости и химических антигололедных реагентов. Необходимых для работы зимой рассказали в пресс-службе. На новый режим работы аэропорт перейдет 29 октября. Речной вокзал Самары ждет преображение. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области уже определилось с подрядчиком, который выполнит инженерное изыскание и подготовит проектную документацию. На торги заявился всего один участник. Его заявку признали соответствующей требованием. Компания предложила выполнить контракт по максимальной цене почти в 23 миллиона рублей. Напомним, ранее Минтранс уже публиковал аналогичный лот, но тогда электронный конкурс провалился, так как желающих выполнить работы не нашлось. Подрядчик должен завершить проектные работы до конца ноября 2023 года. Потерял свой телефон во время кражи чужого. В полицию за помощью обратился 20-летний житель Самары. Он рассказал, что возле дома на улице Свободы у него похитили телефон. Неизвестный молча накинулся на него, избил, забрал телефон и скрылся. Полицейские прибыли на место происшествия и нашли телефон. Потерпевший заявил, что это не его аппарат. Предположив, что его обронил злоумышленник, сотрудники полиции установили его личность. Выяснилось, что это ранее судимый за кражу 27-летний житель поселка Мехзавод. Его задержали. В квартире во время обыска был обнаружен похищенный телефон. Его вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанные находятся под стражей. Далее коротко о других событиях дня. Сегодня утром в Самаре произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Владимирская и Мичурина столкнулись пикап и машины скорой помощи. 36-летний водитель на Ниссан ехал по улице Мичурина с полевой в сторону Владимирской. У перекрестка он не уступил дорогу автомобилю скорой помощью со спецсигналами, который поворачивал налево. От удара скорую отбросило на припаркованный Ниссан Кашкай. Сообщили в ГОМВД России по Самарской области. Во время ДТП скорая помощь везла пациента в больницу. В аварии никто не пострадал. Детали происшествия устанавливаются. Страховщики подвели итоги года. Чаще всего в аварии попадали водители автомобилей ВАЗ и Тойота. Почти 16% страховых случаев приходится на ВАЗы и 12% на машины марки Тойота. Далее существенным отрывом следуют автомобили Киа, Хюндай и Ниссан. ВАЗ и Тойота лидируют и по количеству серьезных дорожно-транспортных происшествий, после которых экспертиза устанавливала конструктивную гибель автомобиля, так называемый «Тоталь». Это вызвано тем, что стоимость запчастей и лакокрасочных материалов возросла, следовательно, оценка затрат на восстановление автомобиля немного чаще стала достигать порога, при котором ремонт считается нецелесообразным, рассказывают автостраховщики. В Самарской области суд вынес приговор бывшей замруководителя управления ЖКХ энергетики Богатовского района. Об этом сообщает региональная СОСК. Экс-чиновницу и супругу экс-главы района Владислава Туркина Екатерину Туркину обвиняли в служебном подлоге. В 2019 году женщина была членом аукционной комиссии по закупкам жилья для детей-сирот и помогала приобретать квартиры у заранее определенных владельцев. Процедура закупки была формальной, а коммерческие предложения были завышены. Также чиновница сфальсифицировала бумаги о технических характеристиках приобретаемых объектов. Позже выяснилось, что в квартирах нельзя было жить. Следователи зафиксировали шесть таких эпизодов. Ущерб, причиненный районному бюджету, составил 6 миллионов рублей. Суд назначил Туркиной 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, женщину лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2,5 года. Американский холдинг «Ямбрэндс» продает российские рестораны KFC местному партнеру. Новым владельцем станет локальный оператор сети. Его руководителям перейдут активы, которые включают в себя рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью. Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы. Также необходимо выполнить все условия, о которых договорились стороны. После этого сеть ждет ребрендинг. Точки KFC станут ресторанами «Ростикс». Всего в России работает около тысячи точек KFC. Под управлением головной организации находятся 70 из них. Остальные работают по франшизе. С 25 октября по 8 ноября ожидается осенний коридор затмений. Предыдущее можно было наблюдать 4 января 2011 года. Специалисты напоминают, что главное, ни при каких обстоятельствах, не стоит смотреть прямо на Солнце без специальной защиты. Можно серьезно повредить сетчатку глаза и даже ослепнуть. Для наблюдений солнечного затмения лучше воспользоваться оптическими приборами. По словам астрологов, каждый из нас будет двигаться по коридору затмений разными способами. Ситуации вокруг и ваши реакции на них покажут проблемные точки, с которыми давно пора работать. В этот период всем понадобится сила воли, физический ресурс, решительность, смелость и скорость реакции. В Самарской области более 700 тысяч человек прошли диспансеризацию. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Профилактические мероприятия помогают предотвращать развитие опасных неинфекционных заболеваний, а также выявлять болезни на ранних стадиях. Медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет – один раз в три года. В возрасте 40 лет и старше – ежегодно, подчеркнули в Минздраве. В этом году в процессе диспансеризации впервые выявили более 900 случаев злокачественных новообразований, свыше 1700 случаев сахарного диабета, почти 18 тысяч случаев болезней системы кровообращения, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, ишемические болезни сердца. Как отмечают специалисты, ранняя диагностика заболеваний является залогом их успешного лечения. Самарцев приглашают оценить качество оказываемой соцподдержки. Об этом сообщили в городской администрации. Выстраивание обратной связи с горожанами и выявление общественного мнения является одним из ключевых направлений деятельности Муниципального центра управления Самары. Проведение онлайн-опросов по социально значимым темам и работа с обращениями граждан проходят в том числе через платформу обратной связи. Косуслуги «Решаем вместе». Участие в опросах могут принять все жители города, имеющие регистрацию на едином портале государственных услуг. Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы и выработки эффективных решений в различных отраслях, пояснили в мэрии. До 25 ноября доступен опрос Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки на тему меры дополнительной социальной поддержки жителей города Самары. Для того, чтобы принять участие в опросе, достаточно зайти на официальный сайт администрации Самары. На главной странице найти веб-виджет «Мой выбор. Мое будущее». Он расположен рядом с блоком новости. Далее необходимо нажать кнопку «Участвовать» и выбрать раздел «Опросы». После этого откроется окно авторизации на портале госуслуги. Следующий шаг – ввод логина и пароля. После авторизации в разделе «Местный» можно ознакомиться со списком опросов и принять в них участие. Также пройти опрос можно по прямой ссылке, авторизовавшись через госуслуги. Результаты голосования анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. С 25 октября начинается коридор солнечных затмений, который завершится 8 ноября затмением Луны. Как самарцы реагируют на это редкое явление и что советуют астрологи в репортаже Светланы Тимофеевой? Не устраиваться на новую работу и не начинать новых отношений – такие советы дают астрологи в период коридора солнечных затмений, который начался 25 октября. «Снижена внимательность, концентрация, и так или иначе люди могут принимать какие-то импульсивные решения, которые в дальнейшем в каком-то смысле негативно могут повлиять на их судьбу. Но с другой стороны, время коридора затмений – это хороший период для завершения каких-то процессов». В России частное солнечное затмение можно увидеть на территории от Калининграда до Красноярска. Оно будет неполным. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, и спутник нашей планеты отбросит на Землю полутень. Люди по-разному относятся к этому явлению. «Солнечные затмения на себе никак не ощущаю. В порядке себя чувствую. Тоже слышала, читала, что ожидать солнечные затмения, но не ощущаю на себе». «Я слышала, что сейчас начнется коридор затмений, но на себя не ощущаю». «Солнечные затмения я на себе не ощущаю. Мне все хорошо, прекрасно». «Возможно, в настроении какие-то изменения все-таки есть. Так, более чувствительные. Что-то раздражает, наверное, больше». «Бублик, ты знаешь, какие-нибудь приметы, связанные с солнечным затмением? Нет? Никаких? Есть какие-нибудь идеи, что бы ты мог рассказать про это? Тоже не знаешь. Видите, ни я, ни он не знаем». Коридор затмений – это череда лунных и солнечных затмений подряд за короткий период времени. Считается, что он влияет на разные сферы жизни. «Классический вариант – спокойно прожить этот коридор затмений, наблюдать за своим эмоциональным состоянием, за своей психикой. Если неустойчивое настроение, то лучше обращаться к психологу, потому что это самое лучшее время для работы с психотерапевтом. Очень глубоко идет весь процесс». К сожалению, пасмурная погода, которая установилась в областном центре в день солнечного затмения, не позволила самарцам увидеть редкое природное явление. Продлится коридор солнечных затмений до 8 ноября и завершится затмением Луны. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. «Скажи свое мнение». Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, верят ли они, что коридор затмений повлияет на их жизнь. 36% опрошенных ответили, что не верят. 31% ничего не знают о коридоре затмений. 20% заявили, что еще не отошли от последствий ретроградного Меркурия в сентябре. И 13% ответили, что верят. Самарские спортивные команды не смогли порадовать своих болельщиков. Футбольные крылья уступили прямым конкурентам, а баскетболисты Самары не сдержали натиск действующих чемпионов единой лиги. А вот тольяттинские гандболистки и хоккеисты синхронно победили в своих чемпионатах. Подробности прошедших встреч расскажем в нашей рубрике «Новости спорта». Крылья Совета в 14-м туре чемпионата России по футболу в Екатеринбурге уступили соседям по таблице «Уралу». Хозяева перед встречей имели серию в три победных матча в турнире подряд, и эту серию прерывать не собирались. А потому с первых минут усиленно атаковали и прессинговали волжан. На 21-й минуте мяч, направляясь в ворота, попал в руку защитнику Самарцев Бейлу. Глена удалили, а уральцы реализовали пенальти. После этого крылья отодвинули игру от своих ворот, но хозяева вновь смогли забить. На 82-й минуте Глушенков сократил счет в матче, но сравнять у самарцев так и не получилось. 1-2 ображения крыльев, которые опустились на 11-е место в турнирной таблице, пропустив вперед «Урал». Баскетболисты Самары дома принимали действующего чемпиона единой лиги «Питерский зенит». Волжане провалили начало матча, но смогли найти свою игру, догнали соперников и вышли вперед за несколько минут до большого перерыва. Это преимущество удалось сохранить и даже развить. В середине третьей четверти самарцы вели более 10 очков, но гости быстро подтянулись в счете, а затем вернули себе лидерство, когда Самара не могла забить более 6 минут. Итог – 70-82 поражения Самары, которая сейчас занимает 8-е место в турнире. Волейболисты новой на очередной матч российской суперлиги отправились в гости к Белогорию, которая именно 24 октября отмечала 30 лет с момента первой игры в высшем дивизионе страны. А потому настрой был только на победу. Новокубжевцы пытались подпортить праздник и выдали сумасшедшую борьбу в первой партии. Оторваться больше, чем на одну очку у соперников не получалось, а потому они выдали рекордный сет по продолжительности, в концовке которого удачливее оказались хозяева – 36-34 в пользу Белогория. Следующие партии уже не были столь напряженными. Белогория уверенно довело дело до победы. 0-3, поражение Новы, новокубжевцы пока еще не одержали ни одной победы в суперлиге. Хоккеисты Толятинской Лады дома в рамках ВХЛ принимали Рязань ВДВ. Гости активно начали встречу и первыми забили. На 14-й минуте отличился Кардин. Еще до перерыва тольятинцы отыгрались. А во втором игровом отрезке Лада подтвердила статус фаворитов матча, отправив в ворота соперников три безответные шайбы. В конце периода на льду началась массовая драка. Несколько игроков получили дисциплинарные штрафы, один из которых с непривычной формулировкой. За укус соперника был наказан игрок Рязани – Халиулин. Под конец матча одну шайбу гости отыграли. 4-2 – победа Лады. Команда идет среди лидеров турнира. Гонбалистки Лады поддержали победный настрой своих земляков и в очередном матче Российской Суперлиги одолели на выезде «Московский луч». Ключевым отрезком стало начало второго тайма, в котором тольятинки сделали решающий рывок, практически не пропуская. 44-25 – победа Лады. Команда также находится в лидирующей группе в таблице. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести Дворянской» рассказывает о Самарском благотворительном фонде «Звезда Элира». Туда каждый день приходят десятки неравнодушных людей. Приносят продукты и вещи для бойцов, которые сейчас участвуют в спецоперации. Фонду помогают общественники, предприниматели и простые жители региона. Не остается в стороне и власть. Благодаря усилиям фонда на Донбасс было отправлено несколько грузовиков с гуманитарной помощью. В телеграм-канале Кировского района Самары рассказывают, как вести себя, если вам звонят из банка и говорят, что кто-то пытается украсть ваши деньги. После чего предлагают перевести их на безопасный счет и просят сообщить номер карты. Делать этого ни в коем случае нельзя. Настоящие банковские служащие никогда не звонят по телефону с просьбой сообщить номер карты и не спрашивают, сколько денег на вашем счете. Так поступают только мошенники. В случае такого звонка нужно повесить трубку и самим позвонить в банк по номеру, указанному на вашей карте, либо дойти до ближайшего отделения банка. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, при каких условиях семьи с тремя детьми могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Она положена при рождении или усыновлении третьего или последующих детей, женщинам, родившим или усыновившим ребенка после 30 ноября 2011 года, мужчинам, единственным усыновителем третьего или последующих детей после 30 ноября 2011 года, мужчинам, являющимся отцами, усыновителями третьего или последующих детей в случае неполучения семейного капитала матерью. Выплата положена на получение платных медицинских услуг, приобретение транспортного средства или покупку предметов, необходимых для ухода за ребенком первого года жизни. Крайний север, первозданные природой, коренные народы. Администрация Ленинского района рассказывает о выставке, посвященной Арктике, которая открылась в музее Лабина. Это просветительский проект, который рождает интерес взрослых и детей к изучению географии нашей страны, ее народов, культуры и традиций. На мультимедийной выставке можно познакомиться с девятью арктическими регионами России, послушать рассказы о достижениях наших полярников, раскрасить заполярный поселок, посмотреть мультсериал «Дети Арктики» и документальный фильм «Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции». Кроме того, можно побывать в настоящем чуме и почувствовать атмосферу наших народов Крайнего Севера. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на наших страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!